Всем привет! Сегодня я буду исправлять такую проблему, которая у меня сейчас есть. Что у меня танк когда катается, он у меня получается всегда находится за картой. Допустим, вот здесь лед, и по идее танк должен быть надо льдом, а лед за ним. Но в то же время, танк должен быть еще и за лесом. И еще если он находится за лесом, то у меня лес получается непрозрачный. То есть здесь есть черные пиксели, и танка за ними не видно. Вот это мне нужно будет исправить. Это происходит потому, что здесь в Classic Game, когда я делаю рендеринг, я сначала делаю рендеринг танка, а потом делаю рендеринг карты. И по идее это можно было бы все исправить, если бы я делал какую-то сортировку. Допустим, я сначала рендерил какой-то один слой, потом поверх него другой слой, поверх него еще третий слой. Но есть способ ей попроще все это сделать. И для того, чтобы мне это реализовать, нам нужно будет познакомиться с таким понятием, как буфер глубины. Я не помню, рассказывал уже или нет, но когда мы делаем рендеринг, вот у нас есть наш фруст, в нашем случае это ротографическая проекция, и у нас происходит весь рендеринг в буфере кадра. Этот буфер кадра, он имеет размер такой, который мы задаем для рендеринга. То есть это вот опно игры, это получается весь наш буфер кадра. И он содержит все пиксели, которые рендерятся. И в каждом этом пикселе содержится информация цвета. То есть RGB, то есть красный, синий и зеленый. Ну также еще помимо этого записывается прозрачность каждого пикселя. И вот этот вот буфер кадра, он называется буфером цвета. И на самом деле таких буферов цвета у нас существует две штуки. У нас сначала идет активным первый, мы туда рисуем, а монитор отображает все цвета из второго буфера. Потом, когда мы нарисовали, мы меняем эти буферы, рисуем уже во второй, и монитор отображает первый. И таким образом мы можем избежать всяких артефактов изображения, когда у нас рендеринг происходит не одномоментно, и монитор вдруг захочет отобразить этот буфер, чтобы у нас не было всяких артефактов. Допустим, у нас монитор отобразил сначала одну часть сцены, у нас потом произошел какой-то рендеринг, появился какой-то объект, монитор отобразил вторую часть сцены, и получается вот такое вот дергание. Для этого у нас существует такой метод, как Double Buffering. Мы имеем два буфера, и просто в конце кадра, когда у нас все отрисовано, мы эти буферы меняем местами. И это происходит с буфером цвета. И помимо буфера цвета, есть еще буфер глубины. Буфер глубины у нас содержит просто расстояние до конкретного фрагмента. Вот на этой картинке, если мы посмотрим, у нас сначала идет красный шар, потом желтый шар. И красный получается дальше, чем желтый. Но этот шар у нас, допустим, стоит из вертексов, и мы знаем, в принципе, уже координаты каждого вертекса. Итак, я показывал про систему координат и преобразований. У нас идет рассмотрение наших вертексов с точки зрения камеры. И камера у нас, получается, направлена в сторону минус Z. То есть здесь у нас находится камера, она смотрит сюда, и здесь у нас ось минус Z. Здесь у нас ось Y, здесь ось X. И мы знаем координаты каждого вертекса относительно камеры. И зная эти координаты, мы можем посчитать расстояние от вертекса до камеры. И вот этот буфер глубины как раз таки записывается это расстояние. И если мы хотим сделать так, чтобы у нас дальние объекты не перекрывали ближние, допустим, мы нарисовали сначала желтый, а потом нарисовали красный. И чтобы у нас не было такого, чтобы красный перекрывал желтый, у нас используется при этом буфер глубины. Мы, когда рисуем желтый, мы записываем для каждого фрагмента, для каждого пикселя записываем еще расстояние до него. И потом, когда мы рисуем красный объект, красный шар, мы смотрим, что у нас находится в буфере глубины. И сравним его с тем расстоянием, которое у нас есть до красного объекта. И если у нас расстояние до текущего фрагмента, который мы хотим нарисовать, буфер больше, чем то, что там существует, буферы глубины, у нас этот фрагмент просто отбрасывается, он не рисуется. И таком образом у нас получается, что рисуется только желтый объект в этой области, где перекрывается он красным. И таким образом у нас получается, что дальние объекты не зарисовывают те объекты, которые у нас находятся ближе. Буферы глубины это тоже большая тема. Это будет более актуально уже, наверное, в 3D. Там много существует всяких разных проблем и методик. И я к этому, наверное, еще вернусь, когда уже перейду к 3D. Когда буду делать уже 3D-движок. В нашем примере, если я рисую, допустим, воду, вода у меня будет на вот этом уровне. Потом рисую танк, будет на этом уровне. Потом рисую лес, и лес будет уже еще ближе к камере. И потом все это будет автоматически уже отсекаться, то есть дальние объекты будут отсекаться ближними. Они не будут перерисовываться. То есть дальние объекты, если мы даже и рисуем их последними, они не будут перерисовывать те объекты, которые у нас находятся ближе. И для этого мне нужно будет кое-что поправить еще в шейдере. Здесь в вершинном шейдере мы задаем координату по двум позициям, по x и по y. А z у нас не используется, она у нас всегда 0. То есть все у нас объекты находятся на одном уровне. И мне нужно сделать, чтобы этот параметр был задаваемым для всех вертексов конкретного объекта. Все объекты у меня являются обычными квадратами, состоящими из двух треугольников. Мне в принципе будет достаточно сдать всего лишь одну координату по z для всех этих вертексов каждого спрайта, каждого объекта. Ну и потом при рисовании отдельных объектов, мне эта координата будет меняться уже для каждого объекта своя. Это у меня будет тоже униформ, потому что этот параметр будет общим для всех вертексов. И он будет у меня float, потому что координаты у нас задаются во float. И назову его level. Это будет мой, так сказать, уровень, на котором будет рисоваться объект. Здесь я его просто сюда передаю в качестве параметра по оси z. И теперь, чтобы этот параметр задавать, мне нужно будет зайти в шейдер. Здесь у меня есть функция setInteger, setMatrix, но нету setFloat. Поэтому я здесь ее создам, назову setFloat. Будет она у меня принимать GLFloat. Задавать ее сюда. В качестве функции установки униформа будет не i, а f, потому что i, tz, ответственно за integer, а f за float. Потом нужно будет ее еще сюда задекларировать. Все, и теперь этой функции я уже могу в шейдере устанавливать этот униформ. Этот униформ мне нужно устанавливать в спрайте. Когда я делаю рендеринг спрайта, я оставлю все карнаты, делаю апдейт буфера текстур. Использую мой шейдер и устанавливаю все униформы. Здесь я устанавливаю матрицу. Здесь помимо матрицы мне нужно еще будет поставить этот левел. SetFloat. Делаю левел. И устанавливаю. Дам левел. Нужно будет мне его еще получить. Даже, наверное, не левел, а левел. То есть слой. Это будет как у меня, как в фотошопе слои. Здесь я переименую. В шейдере тоже переименую. Левел. Более логично получится, мне кажется. Так, устанавливаю слой. И этот слой мне нужно будет еще, где я получаю позицию, size. Я буду его здесь тоже получать. Frame1. Frame1 у меня, он у меня по умолчанию 0 идет. Здесь я так же сделаю еще const. Вот. Flare. И сделаю тоже по умолчанию 0. И сделаю тоже по умолчанию. И теперь для каждого GameObject у меня будет сохранено вот этот слой, номер слоя, на котором должен для меня рисоваться. Для этого я зайду сейчас в интерфейс GameObject. Здесь помимо всех этих параметров, я здесь еще сделаю const.flot.layer. Буду задавать layer. Ну и соответственно будет у меня здесь храниться. И теперь получается, мне нужно все это добавить в каждый GameObject, потому что интерфейс у меня изменился. Начнем с бетонной стены. Добавляем сюда layer. Добавляем его также сюда. И потом, где я делаю рендеринг, я буду его здесь дальше передавать. Теперь brick wall. Теперь eagle. Игл. Так, ice. Теперь танк. А, нет, у меня здесь слойер идет. До номера кадра. Теперь деревья. таки вода осталась так теперь мне нужно все эти параметры задавать player делаю я это при загрузке карты это происходит на левеле здесь теперь нужно мне будет обозначили каждого объекта какой у него будет уровень так но для для прикол это будет пускай мне будет нулевой уровень как будет 0 то бетонская тоже будет 0 все это не особо важно мне главное изменить это для деревьев чтобы деревья имели больше левел чем у танка и для льда чтобы они имели меньшего чем у танка до 0 но деревья пускай будет у меня один лед меня пускай будет минус один выпуск это же будет 0 и теперь еще нужно будет то же самое сделать для танка я тонко задать 0 принципе достаточно то есть там буду на левом лед будет задним деревья передним танку но задается в game так вот танк если даем 0 если мы сейчас это запустим то пока у нас работа еще ничего не будет потому что у нас какая-то ошибка компиляции эти забыл передачи в танке но даже без ошибки компиляции у нас работать но не будет а дело в том что буфер глубины у нас по умолчанию он выключен нам нужно будет его еще включить делать мы это будем функции main там где мы задаем параметры рендеринга вот им устанавливаем set clear color мне нужно будет еще задать буфер глубины чтобы он работал задавать я буду тоже в рендере здесь где есть от клевка я создам еще одну функцию и буду передавать просто буллин либо он будет работать либо не будет здесь я буду смотреть если у нас ней был я буду задавать буфер глубины задается он с помощью функции джелл энейбл здесь ставлю я джелл дэпс с помощью этой функции я включаю буфер глубины если же у меня и не был фалс тогда я делаю не джелл если бог я его выключаю так и теперь в ней не я здесь помимо все три локала я еще устанавливаю сет тест ставлю его в тру и даже сейчас если мы запустим у нас все равно еще работать не будет нас просто бы черный экран а все это делается потому что когда мы очищаем экран вот когда с открыл кола мы очищаем экран с помощью этого цвета и очищается у нас только цвет а буфер глубины у нас всегда остается одним и тем же у нас не очищается и чтобы его очищать нам нужно здесь в команде джелл клея вот мы здесь поставили бит кола буфер бит нам нужно будет добавить еще один бит для того чтобы у нас джелл клея очищала еще не только кала буфер но еще и дэпс буфер бит называется д дэпс буфер бит и теперь мы будем очищать не только цвет но еще и глубину запускаем посмотрим там теперь получается над надо льдом и под лесом все работает но теперь как вы заметили меня так справит у меня квадратный и он содержит еще черный свет здесь и получается это не очень красиво то есть я хочу сделать так чтобы у меня черный цвет был сейчас прозрачным чтобы он просто не рисовался и делается это самом деле очень легко я сейчас захожу опять шейдер только уже не вертекс ный фрагментный действие фрагментом шейдеры я беру цвет текстуры я хочу сделать проверку если у меня цвет черный я просто не буду рисовать этот фрагмент то есть я отбрасываю если делаю проверку есть у меня равен век 30 черный цвет я отбрасываю фрагмент делается с помощью команды дискарт эта команда она просто прерывает выполнение фрагментного шейдера она просто его отбрасывает и не рисует на экран теперь я делаю один rebuild чтобы мне все шейдеры скопировались допускаю все теперь у меня черные фрагменты они просто отбрасываются и с помощью этой команды мы даже немножко повысили производительность потому что здесь допустим текстура она тоже содержит черные фрагменты и она их не рисует вопрос отбрасывать на самом деле никак не скажется на производительности если может быть у нас было много этих фрагментов это может быть еще и сказалось и здесь даже где у нас лес у нас получается эти черные пиксели они у нас тоже отбрасываются а за ними уже будет настал к виде если с буфером глубины не совсем все понятно то я потом еще буду отдельно это рассматривать более подробно потому что будет дело имеется с 3d там уже будет мне кажется более наглядно все это видно можно будет его уже отобразить как он будет выглядеть этот буфер глубины можно будет его отрендерить чтобы иметь представление что это вообще такое он выглядит чисто визуально но на этом я на сегодня пожалуй закончу спасибо всем за внимание ставьте лайк и подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз